Разговор с наставником. Две недели спустя в фиолетовых садах Долорана. Конец близок. Я уже говорил тебе, что не желаю слушать эту чушь. Значит, я попусту трачу время. Больше не нужно прятаться Джайна. Он улетел. Простите, учитель. Я услышала ваш разговор и... Я и рассчитывал на твое любопытство, дитя. Эти глупцы убеждены в том, что наступает конец света. Ходят слухи, что в северных землях свирепствует чума. Вы думаете, это болезнь порождения магии? Весьма вероятно. Вот почему ты должна отправиться туда и найти причину эпидемии. Я договорился о том, что тебя будет сопровождать один человек. Да, учитель. Я сделаю все, что смогу. Не сомневаюсь, дитя мое. В добрый путь. Глава 3. Пришествие чумы Неподалеку от Королевского тракта, тремя днями позже, Артес и его люди ждут посланника Керин Тора. Принц Артес, мы ждем уже несколько часов. Вы уверены, что ваша знакомая все-таки появится? Уверен. Джайна всегда немного опаздывает. Мы должны помочь ей. Уберите меч, капитан. Она сумеет постоять за себя. Господа, я рад представить вам мисс Джайну Праудмур, воспитанницу Керин Тора и самую талантливую волшебницу этих земель. Похоже, ты не потеряла своей хватки. Рад тебя видеть, Джайна. И я рада, Артес. Давненько меня не сопровождал сам принц. Да уж, пожалуй. Кажется, нам пора в путь. Насколько нам известно, чума зародилась к северу отсюда. Мы должны осмотреть все поселения вдоль Королевского тракта. Ну а для того, чтобы это логично сделать, нам, естественно, понадобится помощь Артеса. Во имя правосудия. И во имя правосудия мы должны все это сделать четко и ясно. Давайте осмотрим сначала все, что сзади. Отличный план. Вдруг здесь где-то можно действительно пройти. Мало ли, может есть что-то интересное, чего мы еще не успели увидеть. Ну вот, здесь она убила бедного Огра. Конечно. Да, здесь действительно есть чем поживиться. Я служу свету. Разумеется. Мои войска, конечно, немного страдают, но в целом... Отличный план. Все должно быть окей. Каник. Можем подобрать лечебное зелье. Она, как герой, тоже, по идее, его может подбирать. Плюс мы подбираем прослед скорости. Ей он, правда, не особо сильно нужен, но... Давайте лучше его отдать. Типа, еле черное зелье. Ему прослед. Все замечательно. И на однерочку все записаны. Поехали дальше. Она, кстати, немножко похиляет, наверное, его. За честь и отвагу. Точнее, полночный план. Устанавливал отлично. Это меня прям радует. Теперь посмотрим, что же мы сможем сделать дальше здесь. Разумеется. Принц-Артес, с мостом что-то не так. А что с мостом не так? Его сломали? Отличный план. Давай проверим. За честь и отвагу. Здесь он летишка. Конечно. За честь и отвагу. Который должен не пройти. Ну ладно, здесь и радует, что-то хорошо. Разумеет. Что здесь еще есть интересное? Приветствую вас, милорд. И тебе, здравствуй. Отличный план. Конечно. Разумеется. Ничего интересного, я понял. За честь и отвагу. Да ладно, бежим наверх. Навысь узнаем что-нибудь новое. Конечно. Милорд, какие-то твари разобрали дальний конец моста. Через реку можно перебраться другим путем. Но это довольно опасно. Что ж, вброд рядом с мурлоками. Ладно, давайте. Других вариантов-то у нас все равно нет особо. Конечно. Разумеется. Конечно. Встречаем кучу крестьян. Разумеется. Стараемся исследовать здесь все. Режем их все. Ох ты. Бойники. Спасайся, кто может. Это забавно. Это забавно. Крабим город. Они убивают людей. Это забавно. Спасите нас. Как забавно, когда кто-то убивает людей. Ого. Ну ладно. Вроде спокойно справились. В целом. Звучит неплохо. Проблем нету. Так, бандиты пришли откуда-то отсюда. Интересно. Есть ли там кто-то? Я позабочусь об этом. Звучит неплохо. Я позабочусь об этом. Ну-ка разведать, Джайна. Интересно. Я посмотрю. По идее, там ничего нету, я думаю. Свет дает мне силу. И свет силу дает. Конечно. Разумеется. Ладно. Бандитов вроде больше нет. За честь и отвагу. Поэтому идем дальше. Милорд. Неподалеку находится древний источник. Согласно легенде, его святая вода способна исцелять раны. Это может нам пригодиться. Разумеется. Типа да. Дополнительно найти источник жизни. Отличный план. Так, с мурлоками. Я не думаю, что на недостатки никакие бы то ни было проблемы. Потому что Джайна очень жесткая. У нее там урон нормальный. Меньше, конечно, чем у нас. Но... Какой у тебя план? Не хватит. Чердейская аура. Блин, я не помню, что она делает. Буран точно полезный. А вот чердейская аура. А, давайте буран пока пусть будет. Во имя правосудия. Я уже подзабыл скиллы все. Конечно. Давно я не играл в игру. Так, она на бэшечку, да? Ох. Себя сильно касану. Давайте вот так. Не подходите, придурки. Интересно. Вот единственный минус. Я могу клацать бураном и себя, и союзников, и врагов всех вообще подряд. Так, молот силы. Нет, он точно пойдет не тебе. Использовать предмет на нем. За честь и отвагу. Так, ну я здоров, поэтому ладно. Давайте отдадим Джеймс. Отличный план. Разуме возьмем молот силы. Будем очень сильно. Нужно кланяться. Конечно. За честь и отвагу. В принципе, здесь можно пройти по большому счету вообще двумя героями. Конечно. Они довольно жесткие. Разумеется. За честь и отвагу. Но лучше, конечно, хилить союзников. Конечно. Может все же. Разумеется. Как ни крути, но это важно. Конечно. Разумеется. Я могу помочь. Свет дает мне силу. Это забавно. Так, и все же. Я посмотрю. Я думаю, что это будет забавно. Но мы должны хилиться. Так, тебя отхилим. Смотрим, что там по коробочкам. Убываем всех и вся. У некоторых из них действительно что-то есть. За честь и отвагу. За моего отца. Свет дает мне силу. Вот видите, например, свет от защиты появился. Конечно. Полезно периодически уничтожать их все-таки. Конечно. Идем дальше. Разумеется. Вброд мы почти прошли. Я остался совсем немножко. Готовьтесь щиты. Стрелы не пробьют их. Защищайтесь. Скелеты. Уничтожить их немедленно. Давай. Не мешай не думать. Жейна, быть мужиком. Беднягу прям атаковали, атаковали. Я служу свету. Что это за твари, сержант? Нежить, милорд. Вся деревня словно обезумела. Мы старались защитить жителей, но... Кажется, мы нашли корень всех зол. Ну вот, теперь эта армия в наших руках. Не нужно кланяться. Даже умудрились ее не потерять. За честь и отвагу. Это плюс. Так. Ладно, начинается. Первые бои с нежитью. Отличный план. Первые, но, к сожалению, не последние. Отличный план. Конечно. И сейчас мы узрим корень всех зол. За честь и отвагу. Отличный план. Если больше никого нету, давайте их где-нибудь сгруппируем. Вот типа так. За честь и отвагу. Чтобы они все-таки были более... Разумеется. ...годные армии. Отличный план. Конечно. Отличный план. Зелье маны. Конечно. Ребятам сейчас, конечно, не повезет. Давайте вон на артусы, ребят. Я служу свету. Разумеется. Тем более, что он мужик. Он моет. Так. Благодать теперь восстанавливает больше хп-шечки. В принципе, они могут медленнее идти, но с щитами. То есть, если мы, типа, накрыться за щитом нажмем, то они будут и более защищены, по-моему. Или нет. Но сам это действует от... Урона стрелами, насколько они не изменяют память. Разумеется. Отличный план. В любом случае, мы нашли источник жизни. За честь и отвагу. Джайна здесь получил уровень. Отличный план. Должно быть, это и есть тот источник, о котором говорится в легенде. Любой, кто испьет воды, освещенной божественным светом, обретет исцеление. Забавно. И правда, забавно. Так, увеличиваем духа воды. В принципе, все отхилились. Отлично. И... Где-то я что-то не взял, видимо. Я не взял вот эту вот фигню. Да. Свет дает мне силу. Отдать вот это Жене. Забрать ману. Потому что скоро она мне понадобится. Так. Бежим вниз. И следуем. За честь и отвагу! Что там у нас интересного? Да, сэр. Не нужно кланяться. Конечно. Они с Джайной первой пойдут. Кажется, будто вся земля вокруг амбара пропитана смертью. Как ты думаешь, может ли это зерно быть заражено чумой? Надеюсь, что нет. На ящиках печать Андорала, торговой столицы северных земель. Я даже представить себя боюсь, сколько деревень будет охвачено эпидемией, если зерно действительно отравлено. И это грусть, печаль, беда, обида. Ты сам напросился. Ненавижу насилие. Интересно. Ладно. Звучит неплохо. Звучит неплохо. Вот это вот подстава. Интересно. Звучит неплохо. Звучит неплохо. Я посмотрю. За честь и отвагу. Отличный фланг. Стараемся не терять юнитов. За честь и отвагу. Конечно. Все плюс-минус юниты должны выжить. Насколько это, в принципе, возможно. Такая не вижу особо сильных потерь. Можно, конечно же, возвращаться каждый раз на начало и хилиться у источника. Конечно. Но это будет, по-моему, слишком жестко. За честь и отвагу. Отличный фланг. Так, вроде больше здесь амбаров зараженных я не вижу. Разумеется. Ну и армию нежити мы плюс-минус отбили. За честь и отвагу. Правда, была такая небольшая стычка. На самом деле, это не армия. Конечно. Но нам сейчас дадут хилов, по-моему. За честь и отвагу! Мир вам! Мы, жрецы из Кель-Каласа, пришли, чтобы исцелить эту землю. Мы высоко ценим великодушие эльфов. Земля вокруг второго амбара тоже заражена злом. Мы заглянем туда. Вот, это хилы. У них, в принципе, довольно большое количество маны. И они будут хилить наших юнитов. Главное, не пускать их в первые ряды. Отличный план. Они будут как поддержка. В большинстве своем. За честь и отвагу! Можно сделать их... Также рассеивать лимичар. Так точно. Ну, посмотрим, что у нас выйдет со всем этим. Во что это вы стреляете? Разносим по костям этих чертовых скелетов, сэр. Горящие деревни прямо кишит ими. Мне нужна ваша помощь. Нужно уничтожить амбар на окраине деревни. Прикажете открыть огонь? Так. Мне нужна Джайна с ее антинежити. Опа-поп. Потерял одного. Черт не досмотрел. Тешечкой. Нет, нет. Не успел уханулся. Все, вижу. Не косикнул. Я могу помочь. Звучит неплохо. Интересно. Так, сейчас мы с Джайной получим в четвертый уровень. Я посмотрю. Отлично. Звучит неплохо. Ну что ж, приказывайте. По имя православия. Так, ставим их вот так. И идем вниз. Отличный план. Идем вниз сюда. Филлеров назад. Свет дает мне силу. И собираемся мать ученого. Мать ученого. Естественно, лучше отдать Джайне. Перауд мы. Не мешай мне думать. Не мешаю тебе думать. Так. Где враг? Смотрим, что у нас здесь у него. В принципе, все же здорово. Никаких сильно больших проблем я не вижу. Замечательно. За честь и отвагу. Конечно. Идем дальше в бой. За честь и отвагу. Отличный план. Нам дали новые войска. А именно, орудийный расчет. Разумеется. И посмотрим, как ребята справятся. Это забавно. Ну вот. Свет дает мне силу. Мы раскрыты, братья. Уходите и продолжайте действовать по нашему плану. Увы, я не могу остаться с вами. Меня ждут дела. Кажется, это создание собрано из кусков разных тел. Давай сначала убьем его. А потом будем рассматривать. Спи спокойно. Я позабочусь об этом. Сначала обычных. Так будет проще. Хилеры тем более их отхиляют плюс-минус. А потом уже бугая. Тишка завалим. Я позабочусь об этом. С приманим к себе вот этих. Звучит неплохо. Я позабочусь об этом. Чтобы сочник никаких проблем не было. Я думаю, так будет логично. Звучит неплохо. Я посмотрю. Слушаю. Не нужно кланяться. Да, ваш сельчий. Да, ваш вроде. Я служу свету. Конечно. Ну чё же всё вперёд побежите. Проводим. Не мешай не думать. Пусть он артасу бьёт. Боже ты мой. Не нужно кланяться. Отличный план. Нужно уничтожить этот амбар. За моего отца. Жалкий глупец. За моего отца. Давайте амбар там в Изи уничтожится. Так что я не думаю, что будет какая-то проблема. За моего отца. Всё. Изи. Доп-задание выполнено. Что это было? И кто этот маг в чёрном? Думаю, некромант. Наверняка это чума. Его рук дело. Готов поспорить, что мы встретим его в Андорале. Там мы найдём ответы на все вопросы. Отлично. Рад это слышать. И, собственно, победа. К сожалению, было потеряно мною два юнита. Это было очень глупо и обидно. Ну что поделать? Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока. Увидимся в следующей серии.